Нет, национальная идея, конечно, нужна, и каждый народ должен знать, опять же, своих предков, свою стой и правила, по которым, так сказать, они живут. И это раз. Другой вопрос, какая она была, опять же, какая она должна быть в условиях именно некой глобализации вообще во всем. Я говорю, что стираются границы, стираются расстояния, мы, благодаря, опять же, мобильной связи, о которой мы уже говорили, и средствам транспорта, все, мы живем совсем рядом, все вместе. Поэтому надо об этом помнить. Больше того, что, ну, могу сказать, что такой пример, да, национальная идея. Говорят, что в Берлине там порядка 7 миллионов человек живет. Ну, представьте себе, что 500 тысяч из них русскоговорящих. Ну, это о чем-то говорит, да? Опять же, вспоминают национальные идеи. Давайте поговорим именно о народном творчестве. Давайте поговорим о истории, какую надо преподавать, наверное, в школах, потому что я считаю, что она извращенная. Хотя, ну, история вообще такая, наука своеобразная, да? Национальная идея, это, наверное, помнить именно историю своего народа. Вот основная идея. Тогда, наверное, ты понимаешь, чувствуешь на себе, можно сказать, вот эту вот гордость за века твоего народа. Спасибо.